Опять с горшуи. Именно такие слова сказали много чехов, услышав о новых мерах, которые вводятся 18 декабря 2020 года. Всем привет! С вами канал Maros Life и в сегодняшнем видео говорим о новых мерах, которые вступают в силу 18 декабря 2020 года. Итак, ребят, четвертый уровень ПЭС, он же противооперемическая система. В пятницу 18 декабря Чешская Республика вернется к четвертой степени системы ПЭС. Магазины и сервисы теперь не будут закрываться даже на четвертом этапе. Это, конечно, не может не радовать. Они могут работать с ограниченной вместимостью и с другими ограничениями. То есть 15 квадратных метров на одного человека. Все это осталось. Если у вас, кто не в курсе и не видел наши ранние выпуски по этому поводу, то магазины некоторые были закрыты, некоторые были открыты, то есть с определенной площадью. Сейчас же все остается открытым. То есть, слава Богу, в этом плане все нормально, потому что, чтобы не было таких ситуаций, как было в прошлом видео, можете посмотреть вот здесь. Здесь закладывал, как народ массово погнал за покупками на выходные дни и все такое. Вот. Также можно будет делать покупки по воскресеньям. Тоже все это оставили, сделали. То есть, можно теперь каждый день покупать спокойные продукты и вещи, и все, что хотите. Напротив же, комендантский час будет продлен с 11 часов ночи до 5 утра. Вместе могут собираться максимум 6 человек. Кто не в курсе, раньше было 20 человек, раньше было 10 человек. Потом это все убрали до 3 человек. Потом опять возвращали до 5, до 6. Короче, уже запутался, честно, сколько там человек. На данный момент с 18 декабря будет 6 человек. С пятницы снова придется закрыть гостиницы и рестораны. Это не очень, конечно, хорошая новость. Особенно для тех, кто собирается путешествовать, потому что кто-то может уехать домой, там, в Украину. Кто-то остается здесь и хочет провести, там, в варнолыжных курортах, которые тоже с 18 декабря открываются. Вот. И может захочет где-то побывать в другом городе, посмотреть этот город. К сожалению, зарезервировать гостиницу или какой-то ресторан не получится. Также туда относятся предприятия общественного питания. Они, конечно, будут работать, но с помощью окон раздачи или доставки. Вот. Так что, если, ребят, кто-то будет ехать куда-то в другой город, вот мы, допустим, планируем ехать в другой город, то заранее сразу же говорю, узнавайте у вашего отеля, у ваших квартир, там, которые будут сдаваться или еще что-то. То есть, будут они работать или не будут. Касаются их вот эти меры от 18 декабря или не касаются. Чтобы потом не приехать и не получилось испорченного отпуска или отдыха. Правительство сняло критикуемый запрет на продажу безалкогольных напитков. Кто не в курсе, была такая тема, что мимоходом правительство запретило продажу кофе, чая. То есть, на вынос нельзя было его пить на улице, только пить в том заведении, где его покупали. Такое, честно, бредятие, но они уже приняли, уже не понимали, не разбирались, что там происходит. А то и на принимали такого, что сейчас вот поотменяли. И вот они отменили продажу безалкогольных напитков и ограничения по-прежнему распространяются только на алкоголь. То есть, алкоголь употреблять на улице нельзя. Ну, до этого, до всего коронавируса можно было употреблять. Конечно же, не так, например, с горла ходить, хлыстать, как они там любители говорят. А именно там где-то пойти в путырочки, там, пирка попить и так дальше. Идем дальше. Крытые спортивные площадки для любителей снова закрываются. На улице можно тренироваться, но, опять же, максимум на площадке может быть 6 человек. Поэтому спортсмены, кто там ходит, занимается, 6 человек максимум. Ну, а там посмотрим, конечно. Когда было здесь такое ограничение, что максимум можно было 20 человек, то я вам скажу, у нас на площадке ходило и 30 человек. Никто ничего там никому не говорил, никто не ездил, не проверял, поэтому это все такое. Идем дальше. Идем к школам. Продленные рождественские каникулы. Ну, честно, меня это не может не радовать, потому что 18 декабря у моей дочки последний день в школе, то есть это пятница, в связи с эпидемией коронавируса, Минобразование продлило рождественские каникулы вместо вторника, 22 декабря ученики последний раз пойдут в школу в пятницу, 18 декабря. И вернутся к кочной или дистанционной форме обучения только 4 января. Ну, опять же, все зависит от этой ситуации, которая будет на тот момент. Увеличение каникул на 2 рабочих дня поможет сократить контакты и замедлить развитие эпидемии, полагают так в правительстве. Как сейчас реально проходит в школе обучение, дети сидят в масках постоянно. То есть в нашей школе, конкретно говорю, за свою школу, в которой ходит наша дочка, она сидит в маске и на переменах, и так только, когда прием пищи идет, покушать, пить водички, тогда снимается маска, одевается. Ну, честно, это такое не совсем удобно, потому что мы работаем на работе. В масках это уже, честно, поднадоело очень сильно, и все там чухается, вот такое полностью говоришь, ничего не слышно, это, конечно, печально. Поэтому, ну, я лично считаю, что это не совсем, конечно, классно. Ну, а там, опять же, меры такие есть, никуда от них не деться. За эти дни родители детей младше 10 лет смогут получить пособие по уходу за ребенком, как в период закрытия школ. То есть, имеется в виду, что, если вы, допустим, работаете на какой-то фирме, заводе, складе так дальше, и не можете оставить ребенка самого, вот, то вы можете смело претендовать на это пособие, нужно обратиться в специальные органы, и вам будут платить, как будто вы на работе, то есть, вы, соответственно, на работу не идете, вы сидите с ребенком, пособие за уходом, вот, и вы получаете за этот день зарплату. А теперь переходим к более интересным вещам. Добровольное тестирование. Такая вот штука начинается в Чехии, это добровольное тестирование населения на антиген, на COVID-19, начнется в среду, уже 16 декабря, на два дня раньше, чем первоначально планировало Министерство здравоохранения. И я вам скажу, на данный момент на тесты записалось уже более 18 тысяч человек. То есть, это реально всех интересует, что болеют они там или не болеют коронавирусом и так далее. И еще интересная тема, это вакцинация, все-таки затронем ее, потому что без нее никуда, все же там ждут чипирования, вакцинации, кто-то там пишет, что-то будет или не будет. Так вот, государство также готовится к вакцинации против COVID-19, которая описывается как одна из самых сложных логистических операций в истории чешского и чехословацкого здравоохранения. Значит, первые вакцины должны поступить к концу года. По данным Чешского вакцинического общества, 28 декабря в Чехию должно быть доставлено 9750 доз вакцины. Вакцина от фирмы Pfizer должна быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам 21 декабря. В Чехии вакцина заказана заранее примерно для 2 миллионов человек, благодаря совместной закупке Евросоюза. Вакцина должна храниться при температуре минус 70 градусов, поэтому она будет импортироваться в больших упаковках в центры вакцинации. То есть, будут созданы такие центры, они будут размещены в крупных больницах, а не в кабинетах врачей. Ну и что интересно, привывки должны быть добровольными, что, заметьте, добровольными, не заставляют, что ты там должен, по-любому ты не должен, так дальше, и полностью покрываться государственным медицинским страхованием, то есть бесплатно. У кого есть работочка, зеленая карточка, это касается иностранцев, и у кого у Чехова свои карточки имеют, есть еще синие мудрые карточки, вот так вот это все, эти страховые компании покрывают полностью. Согласно стратегии, первыми будут вакцинироваться люди старше 65 лет и более молодые пациенты с тяжелыми заболеваниями. Согласно последнему статистическому ежегоднику, только пожилых людей насчитывается в Чехии более 2 миллионов человек, что составляет пятую часть населения страны. Прежде чем вакцину получат другие заявители, вакцинацию пройдут также медицинские работники из выбранных департаментов, которые подвергаются большому риску, затем другие медицинские работники, сотрудники социальных служб и критически важные государственные инфраструктуры. Ни одна вакцина против нового типа коронавируса еще не одобрена для использования в Европейском Союзе. Великобритания сейчас использует ее по своему усмотрению. В эти выходные ее также разрешили использовать в США, до этого в Канаде. Так что, ребят, такие вот новости. Еще раз повторюсь, все будет добровольно. Никто никого заставлять не будет. Ну, по крайней мере, пока так сказано, как оно будет на самом деле, ничего никто не знает. Ну, а вы что думаете по этому поводу? Делитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. Очень интересно будет почитать, пообщаться уже там. Ну, а вам, кто еще этого не сделал, конечно, рекомендую подписываться на наш канал, ставить лайки, делиться этим видео с вашими друзьями и быть в курсе всех новостей, кого интересует Чешская Республика. У меня на сегодня все. Увидимся в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. И главное, не болейте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok